Кто не слышал о Чарли Чаплине, комике, который очаровал поколение межвоенного периода? В год своего дебюта, в 1914 году, он снял 40 фильмов. Учитывая, что первое десятилетие 20 века, кинематография была единственным медиа-средством развлечения. Его слава стремительно возросла. В 1915 году в США зародилось течение, которое стало национальной лихорадкой. Чаплинизм. Его усы стали модой. В городах проводились конкурсы на лучшего двойника Чарли Чаплина. Помимо физического сходства, участники должны были имитировать его походку, игру с тростью между пальцами и другие умения. Из чистого любопытства в 1919 году сам Чарли Чаплин принял участие в таком конкурсе, который проводился в городе Беллингем, штата Вашингтон, в Театре Либерти. Перед публикой и жюри Чаплин был самим собой, с его уникальным шармом и ловкостью. После оценки всех участников Чаплин занял, представляете себе, двадцатое место. Ошибка? Злонамеренность? Нет. Это просто тенденция человека. Ожидать от оригинала то, что могут предложить только имитации. Чтобы проиллюстрировать, приведу самый красноречивый пример – рядовое христианство. Как известно, христианство было основано на одном оригинале, признанном всеми и одинаковым для всех – имена на Библии. В ней содержится единое моральное учение и явная теология. Тем не менее, к 2001 году, по данным Всемирной христианской энциклопедии, христианство насчитывало более 33 тысяч динаминаций. Если Чаплин с треском провалился на конкурсе Чаплин, это потому, что его поклонники и ожидали чего-то другого, стремясь втиснуть реальность в шаблон своих желаний. Точно так же, чтобы удовлетворить ожидания верующих, христианство было адаптировано по традиции, вкусу, культуру. Это всегда происходит, когда объективный стандарт подчиняется субъективным капризам. На протяжении веков и от народа к народу божественное откровение подвергалось эстетическим операциям, чтобы понравиться массам, даже ценой изменения его сущности. Может ли кто-то избежать этой фатальности? Библия сама говорит, что да. С одним условием. Только те, кто готов подчиниться откровению, стремясь исполнить волю, выраженную Создателем, смогут отличить подлинное от подделок. Иисус Христос сказал, если кто хочет творить волю Божью, тот узнает. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 текст. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 текст.